Лучшее в стране Лучшее в стране Самое главное это все-таки сохранять молодость в душе своей, в сердце своем, оставаться молодым Ну скажи мне, пожалуйста, вот сейчас огромное количество молодых артистов появляется каждым днем все больше и больше Ты думаешь? Вот прям совет, пожалуйста Откуда ты все это знаешь, Саша? А что же у нас платежный канал, нам пачканы присылают, потом век интернета Что нужно для того, чтобы 35 лет и более удержаться на сцене, на плаву, всегда собирать полные залы и всегда звучать на всех радиостанциях? Сегодня хороший спонсор Есть секретик какой-то? Ты думаешь, только ли? Сегодня хороший спонсор А у любого спонсора хватит терпения и денег Реалии сегодняшнего времени, конечно, диктуют свои какие-то условности Но все-таки самое главное, конечно, все-таки талант человека Его желание творить и творить не ради денег, конечно А человек, который должен быть рядом, это должен быть человек, мало того, что перспективный, с хорошим запалом Должен этот продюсер, не знаю, там, менеджер, там, импресарио любить просто артиста И делать все возможное, чтобы вот в такое сегодня непростое время, да, у артиста все свободное время было посвящено репетициям, самосовершенствованию, созданию материала, поиск материала Потому что когда, конечно, артисту приходится заниматься всем И поиском инвесторов, и вот поиском команды, менеджмента, который будет заниматься продвижением бренда Ну, это очень важно В принципе, пришли к тому, что во всем мире всегда было основным Это вот команда, которая, кто-то радио, кто-то телевидение, кто-то газеты Вот у меня тоже наш третий Сашка с тобой Вот, мой замечательный пиар-менеджер, да, вот он очень солидно все делает И вообще не оставляет мне времени для семьи, для детей Я просто хожу целыми днями и езжу с одного края Москвы на другой Скандалы нужны, Саш, для этого, скажи Я думаю, что творческому человеку скандалы не нужны Если человек не дотягивает своим талантом, своим репертуаром Может быть, это кому-то помогает А мне кажется, что любая творческая личность должна была быть Была, есть и должна В будущем погружена в себя, в создание самого материала В студийную работу, если это актерская работа То это погружение в актерскую, как бы, в эту среду То есть человек должен заниматься своим основным делом, своим призванием Должен учиться, самосовершенствоваться, заниматься своим собственным развитием Не важно, чем человек занимается Кино, это актер, это музыкант, это творческий человек Потому что творческий человек, когда начинает распыляться И заниматься какими-то вещами несвойственными ему Ну, то здесь на творчество-то очень мало остается Очень много сейчас даже твоих ровесников Уже людей, которые давным-давно известны Всем прибегают к пиару Тем, кому за 80 Ну что ты Обязательно Тем, кому 35 тоже исполнилось Обязательно прибегают к каким-то таким уточкам То начинают всплывать какие-то статьи про то, что они общаются с инопланетными существами То какие-то вспоминают, я не знаю, скандальные разводы Какие-то факты из биографии Вот несколько дней уже, можно сказать, остается до концерта И пока еще ничего не всплыло такого желтого в интернете Саша, ну мы У тебя, Саша, предлагал, скажи честно? Давай что-нибудь придумаем Мы из старой гвардии А у нас все всегда у музыкантов того поколения Нашего поколения Всегда было самым основным Все-таки создание музыкального материала И всегда мы были погрушены в репетиции В то, чем музыканты должны заниматься Кроме того, самообразованием и совершенствованием В плане создания материала Поэтому у нас не было таких ресурсов, которые есть сейчас Интернета, не было там социальных сетей И слава богу Потому что главное было тщательно работать над своим вокалом В данном случае со мной музыкантом Гаммы, поиски гитар хороших Это сейчас у нас огромное количество музыкальных магазинов Где есть любые музыкальные инструменты А тогда все искали возможности самореализации Поэтому я не знаю, если кому-то это помогает Я никогда не осуждал коллег Каждый побегает к каким-то своим техническим моментам В том, чтобы довести материал до слушателя Каким-то таким способом вокруг себя Как будто создавая вихрь В конце концов, говорю попросту, чтобы собрать зал элементарно Мне очень много предложений поступает Со всевозможных радиостанций, с телевизионных каналов Я не хожу на такие программы Я хожу только на те программы, которые говорят о музыке Поднимают какие-то вопросы, связанные с нашими проблемами музыкальными А вот постоянная болтология и создание вокруг себя Маленького цунами, мне это неинтересно А по существу просто пустота какая-то, правда? В никуда все это Я говорю, не готов осуждать или подтверждать это все Мне лично просто в данном случае, говорю о себе Мне, моим музыкантам это не очень интересно Нам интересно все, что связано с музыкой Вот за это спасибо тоже, огромнейшее спасибо Кино, кино интересно Вообще любой вид искусства интересен Живопись, спорт А вот эта болтология ни о чем вокруг себя Создание какого-то урагана Шумихи какой-то, да, как говорят сейчас 35 лет Это с какого прям конкретного периода мы ведем отсчет? Когда Евгений Хавстан тебя пригласил Когда, ну я пришел в группу в 86-м году А группа существовала еще два года до меня Поэтому есть такое понимание, что группа Ронды Александр Иванов А есть моя сольная карьера, которая, в общем, началась Был такой период, да Она началась с 95-го года Когда я записал на студии «Союз» альбом «Грешная душа и печаль» И тогда пошла моя сольная карьера Но это сначала было хобби А потом это вот принесло нам всем определенную Ну, я не знаю, как это можно сказать Популярность сольную И мы стали вместе с группой Ронда Пользоваться и нашим старым материалом И материалом, созданный мной Ну, очевидно, что... И господином Трофимовом Кстати, нашим другом, моим большим другом Да, 28 ноября, а в «Крокус сети холл» Удастся ли собрать прям самые золотые хиты Нетленки какие-то в концерты? Это будет очень серьезное шоу Такого мирового уровня Мы готовим большой цифровой контент То есть все то, что сегодня мы можем видеть В шоу самых топовых звезд зарубежных Это два человека Андрей Каплев и Михаил Никодимов Одни из лучших Сегодня по созданию визуального ряда цифрового на экранах Там будет анимация и арт Такой серьезный Очень серьезная команда работает Команда Крокусовская Из Крокуса ребята помогают нам в создании этого шоу Там очень серьезные люди работают со светом, со звуком Большое количество друзей Ну а песен-то я вот хотела бы спросить у тебя Каким образом? По три часа будет концерт Все лучшее то, что было создано нами за 35 лет И творчество группы «Ронда» и «Мойзмывасоль» И новые композиции Там будет очень мощный состав гостей Вот смотри, я тебе даже подскажу, помогу, напомню А, и сначала гостей и музыкантов Леонид Агутин Пресняков Владимир Эмин Александр Маршал Студио Опять-таки Сергей Трофимов Валерий Сюткин Город 312 И эти люди И будет вести программу Наш замечательный Господин Губерниев Ох, это замечательно Да, он будет открывать концерт Но мы не будем всех секретов раскрывать Ну хорошо, скажи нам тогда только вот эти вот замечательные артисты Я буду еще прослушать, Сашенька, пожалуйста, что перебивайте Обязательно надо сказать, что там будет очень серьезный подбор еще и сессионных музыкантов Гера Ивашкевич, который когда-то с Володей Пресняковым начинал замечательный клавишник Музыканты группы «Ронда», конечно, весь состав Будет вокальный женский Вокальная женская группа будет С такой скрипичный состав Расширенной империи Они еще иногда себя называют аристократ Вот такой-такой состав скрипичный Ну много, очень много И Владимир Вовку Балахон Наш замечательный перкуссионист Который на протяжении долгих лет работает с Володей Пресняком Очень много сессионных музыкантов Настоящий такой трехчасовой, а может быть даже под четыре часа серьезное шоу И сейчас уже почти все билеты проданы Так что мы очень рады А, даже мурашки просто от предвкушения Первый канал, огромное спасибо Константину Эрсту Снимать будут концерты Да, Сашу Файфману Юрию Аксити То есть те люди, которые вот все это снимут, покажут по Первому каналу Ну по-другому и не могло быть, конечно Искренне тебе говорю Ну, знаете, сейчас не все могут воспользоваться вас такими возможностями За что, конечно, Первому каналу огромное спасибо И Авторадио, да Нашим вот информационным спонсорам тоже Которые нам очень здорово помогают Мои друзья Юрию Костину Огромное спасибо лично За дружбу В общем, мощнейшее готовим шоу Эти чудесные артисты, которые у тебя выступают Ты мне скажи, пожалуйста Вот прекрасный состав Конечно, всеми уважаемые, любимые артисты Мощнейшие, да Все живые, все настоящие Но очевидно же, что огромная армия Я просто убеждена сейчас обижена на тебя Артистов именно сказать Почему меня не позвал Иванов? Ну, во-первых, знаете Я думаю, что даже знаешь таких Уже сложилось Тут еще не дело в том, что Хотя, конечно, хотелось бы огромное количество Других музыкантов тоже пригласить Здесь все-таки мы руководствовались тем Что есть, ну, дуэты, да Песни, которые уже там на протяжении 30 лет Радуют слушателей Поэтому, в первую очередь, приглашаешь тех людей С которыми творчески ты был связан На протяжении всего этого длинного времени Это друзья детства Это те люди, которые так или иначе Стали, ну, очень близкими Именно по музыке По созданию тех или иных произведений Поэтому это люди, с которыми было связано Целая эпоха, прежде всего А не потому, что вот они лучше А другие хуже, чем те, которых мы пригласили И потом все-таки мы ограничены во времени Если делать концерт, который будет состоять Из 50 приглашенных друзей Тогда останется ли время для исполнения Александра самого? Да, или фестиваля Здесь все-таки мы празднуем наш юбилей Поэтому, создавая эту программу Мы руководствовались, прежде всего, теми композициями Которые были выбраны И все-таки, чтобы не было доминанты В сторону приглашенных гостей Вот они пригласили там всех именитых А сами там спели не пару там песен Нет, тут что-то... Люди не простят, конечно Там начнется такое Больше все-таки количество репертуара будет сыграно Музыкантами группы Ронда И спеты без дуэтов А гости твои поют песни? Да, гости поют мои Единственное, что Саша Маршалл написал замечательную песню Назвал это все рок-н-ролл Композиция, которую вот он сделал У нас сейчас дуэт такой вот интересный Именно вот он прозвучит В этой программе Мы там специальный контент делаем очень смешной Такая юморная песня О том, как рок-н-роллщик там с детства мечтал стать музыкантом Это я слышала, да, в исполнении Саши А сосед там, он вот вечно заводил там свою музыку, мешал Ну, как и все те соседи, которые были в наше время советское Мешали там, несмотря на вроде не праздники А эта музыка там долбила там до утра Такая смешная песня И мы готовим интересный такой видеоконтент Который всех перенесет в те 70-е, 80-е годы Когда вот мальчики, да, играя на гитарах с микрофонами Мечтали быть там и представляли себя на сцене Где играли там Aerosmith, Kiss, Guns N' Roses, ACDC Очень смешная песня, за что Саше огромное спасибо Она у нее сейчас рвет все залы Но Саша вообще мой старый друг Еще по парку Горького Мы вместе были в музыкальном молодежном центре Стаса Намина Стас нас вывозил в Америке там По странам и континентам Тогда мы в составе 40 групп музыкальных были И с тех пор дружбу нашу мы пронесли Спустя больше, чем эти 30 лет И Саша предложил ее И мне показалось, что классно, что мы ее вдвоем А так вообще, конечно, будут переработаны песни наши старые Каждый исполнитель исполнит нашу композицию в своем ключе И это замечательно Ты вот, кстати, заговорил сейчас про артистов Я хотела узнать, а для тебя кто был ориентиром Когда ты сам начинал уже творческую свою деятельность? Ну, в те далекие 60-е Это, конечно, Дженнис Джоплин Это те люди, у которых природа голоса была такая расщепленная С репотцой что-то А ты прям снимал, да, что называется? А у меня просто я с детства хриплый Там у меня ларингиты, танзелиты В детстве закричал слишком громко «мама» Сорвал голос И мне, естественно, петь чистым голосом Какие-то произведения Меня все время отсылали там к врачу Ну, вот парня надо лечить Смешки, смешки Я поэтому искал по природе близких себе исполнителей И воевал всегда с советскими, со всеми, с этими педагогами И всегда приводил, в пример, Дженнис Джоплин Роберта Планта Скажи, эти педагоги, они слышали эти фамилии до этого? Или ты им открывал глаза? Говорил, что они существуют вообще? Конечно Приходилось на бобинах ставить или там на виниле И они говорят, да, слушай, ну как интересно Ну, ему тоже надо сходить к фаниатору Как человек интересно оборачивает иногда то, что ему не присуще В какое-то полезное направление, да И вот поэтому эти люди были мне близки И я всем доказывал, что если у них там есть такие звезды Почему у нас их... Я пытался петь чистым голосом, у меня это никогда не получалось Хотя там с Аллоей Викторовной Румянцевой, которая ставила мне вокал Она там радовала за то, чтобы я пел Тамарий Как хорошо, вот сейчас неожиданно Не все баска вот в этом Вот, поэтому я просто понимаю, что природа голоса была определенная И ломать ее В опере, да, в классическом таком вокале, конечно, это не совсем Там высокое небо Не совсем было как бы нормально Но ты боец, ты видишь, ты владал верой такой в себя Обернул аппарат, ну, как бы вот все те наработки, которые были педагогами даны В какую-то свою сторону Поэтому рок-музыка, в общем, стала как-то захлестнула Меня стала, ну, частью моей жизни И, конечно, Лат Зеппелин Лат Зеппелин вот спросила, все-таки это Дженнис Джоплин и Роберт Плант, конечно К фуниаторам-то ходил в тех полах хоть раз? Ну, как без фуниатора нашему брату Связочки там, серебром чистят периодически Ездим к обученным людям И по сей день, то есть, да, необходимы встречи? Ну, что-то болеем же Летаем много зимой Вообще для нас закутанных шарфов А вот эти там вот 30 капель грамм там чего-нибудь Ну, книга, например, не знаю, нет? А как же? А как нам без этого? Хорошо Коньяк наше все, да У нас сейчас будет одна из твоих новых работ Клипы, песня забытая Расскажи нам что-то, потому что ты к нам с премьеры не приходил Мы сами без тебя ее, так сказать, в эфире разместили Ну, видишь, это гастроли, гастроли и в отсутствие все время поездки Надо сказать спасибо прежде всего, конечно, Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву За эту замечательную песню И Сергею Ревтову Те вот наши очень талантливые и прекрасные наши друзья Которые любезно нам предложили эту песню сделать по-своему Получилась хорошая баллада Которую мы сняли со Славным Ахматовым в прошлом году В ноябре, кстати, месяце, в конце ноября В Бенедорме, в Испании Ну, это побережье Коста-Бланка В очень красивых местах Вот, да, получилась хорошая песня Такая баллада, в общем, мейнстримовая Которая очень нравится Очень органичная тебе И, конечно, может быть, такая успешная Потому что именно ты исполнил Я хотел бы сказать огромное спасибо Скоте Игорь Жирнову Моему гитаристу, который сделал такую шикарную аранжировку Давайте смотреть, слушать, забытое Александр Иванов А у меня сегодня в гостях Александр Иванов Певец-музыкант, лидер группы Ронда Концерт большой грудет Да не просто концерт Наверное, шоу Грандиозное музыкальное событие года 28 ноября Крокус Сити Холл Конечно, нам 35 Это имеется в виду группы Ронда Ну и Александру вместе с группой 35 Ну нам, вечно 35 Слушайте, серьезная, колоссальная работа Вот сейчас вне эфира Саша мне рассказывает Целый год подготовка идет Да, и репетиции Понятно, что помимо этого еще концерты У вас постоянные, да, разъезды, гастроли Что нормальное дело Эфиры сейчас Скажем так, что на все-таки подготовочный период Мы так немножечко гастрольные графики Немножко свой так приостановили Потому что все-таки надо создавать Надо репетировать Надо аранжировки Ну после 28 я видела концерты Стоят в графике Нет, все нормально Ну просто вот Конечно, очень много забирает времени Именно создание самого концерта Новые аранжировки Живые музыканты Ты больше именно отвечаешь за музыку И там непосредственно принимаешь участие Или ты так же все-таки И в декорациях Не знаю В этом В моушневом оформлении Везде контролируешь Нет, ну я придумываю что-то Все, что касаемо музыкальной составляющей У нас есть музыкальный руководитель Игорь Джурнов Саунд-продюсер наш Который делает все аранжировки Он грамотный Образованный человек И он в основном взял на себя Вот эту огромную работу По репетициям с другими музыкантами В которых вводим в курс дела И это очень такой кропотливый труд Расписывать партии Скрипичному составу Другим музыкантам Потому что Когда на подкорке сидит уже отработанный материал Это одно Когда людей приглашаешь Им приходится в это во все входить Это такой тяжелый кропотливый труд Ну уже были хотя бы пару репетиций? Да нет, мы уже месяца два Месяца два не вылезаем уже Из репетиционной базы Все приходят добросовестно Потом все тоже гастролируют Все гастролируют Все в поездках приходится выбирать Специально как-то время Чтобы всех собрать Разбить Вот это время, которое у нас отведено На то, чтобы все это Собрать воедино И не каждый может Когда могут другие Поэтому Два месяца уже вот разбрасываем Там одни приезжают, уезжают Там расписываем, кто когда может А вместе будет, по-моему, у нас пару прогонов всего Что-то запланировано В виде выпуска альбома Может быть, EP Альбома Скажи, пожалуйста А вот сейчас Благодаря моему сотрудничеству С компанией Media Land Мои друзья Два новых винила Уже вышли Вот И в Крокс Сиди Холл тоже будет продаваться И можно будет приобрести Да, это альбом Best Год назад Ребята Издали альбом Грешная душа и печаль На виниле В Германии Да, молодцы И альбом романсов Вот тоже Три альбома будем продавать Автограф можно будет получить? Конечно Прям Золотым фломастером Правда? Ты у нас девочка золотая Я Да, поэтому золотым для тебя специально Ну, спасибо Саша от Саши Про всех присутствующих в зале Александре от Александра Которые придут на концерт Они смогут подписать? Ну, конечно Я надеюсь, что Если они его купят То как-нибудь Где-нибудь Когда-нибудь Мы сможем Поймать когда-нибудь Да, потому что Мы не планируем автограф-сессии Сразу говорю Потому что очень тяжелый будет Ну, долгий концерт Конечно И после такого концерта Там Я не знаю Буду отсыпаться дня два Поэтому Ну, те, кто купит Мы обязательно где-то Пересечемся Подпишем Я знаю, что у каждого артиста Есть какие-то свои Тонкости, что ли, определенные Да, кто-то вообще не разговаривает Несколько часов Нужно просто молчать Как пойдет А у тебя по-разному каждый раз, да? Ну, конечно Ну, конечно Такая программа Энергозатратная Тебе хочется уединиться Или наоборот Чтобы все вокруг подходили Домой Какой концерт? Нет, домой Вот я не люблю автопати Потому что там Еще больше высасывают Журналисты, вопросы Друзья Которые там Конечно, они Рады там Высказать свою Какую-то Любовь к тебе И если этот концерт Прошел замечательно То им хочется общения И автопати На протяжении долгих времени Они меня выматывали Больше, чем сам концерт Поэтому я как-то стараюсь Без автопатии Потом Там через неделю Через две Можем где-нибудь собраться Встретиться, посидеть Просто Да И уже нормально Уже в хорошей Спокойной обстановке Поговорить И артист восстановленный Я хочу сейчас предложить Посмотреть Одну и тоже С твоих новых работ Серьезная история Под названием Война Ну, это весной, да Была создана композиция С Романом Архиповым Да И у нас, кстати, и Ром был Но он тоже говорил Вообще-слава Ой, такое готовится Ой, такое-такое будет Ой, мы там с Александром Подробности не сдавался Ну, вот приготовили в июне В июне была у нас премьера Композиция Ну, ты мне расскажи, пожалуйста Там же история какая У Ромки был текст На английском языке, да? Это его композиция, да Рома На протяжении Долгого времени Мы Сотрудничали И Даже вот Композиция Забытая Которая Была снята В Испании Изначально планировалась Съемка В Лос-Анджелесе Рома подобрал Очень хороший Состав Людей Которые должны были Создавать Эту композицию Я сейчас не помню Фамилию Режиссера Который Сотрудничает с Пинг Со многими Голливудскими Ну, и в том числе Американскими Известными Артистами Но там у нас Не сложилось По причине Для меня Такой Загадочной И у Михаила Сафарбековича Не было желания Снимать там И поэтому Вот приняли Решение Что будем снимать В Испании А Рома Доверительно Любезно Предложил Несколько композиций На предмет Дуэта И одна Вот композиция Которая у него была На английском языке Мне показалась Очень актуальной Я просто ее не слышала И хотела спросить Ты ее переводил Или полностью Текст Скажем так Что это В принципе Такой Недословный перевод Ну, понятно Какая-то идея Его Заложенная Была Перевоплощена Мной На кухне У меня Там за несколько часов Мы вместе С хорошим Коньячковым Там Провели время И вот родилась песня Под названием Война Вот Где были сняты Мои дети Ну, это особенная тема Рома пригласил Своих музыкантов А я своих детей И вот Композицию Которую мы сами Там придумали Сюжет Была найдена Фабрика Бывшая ткацкая Там С какими-то Странными аппаратами Там Древними И такой Футуристической Интересной Такой Да Был дизайн Ну, давайте тогда Смотреть, слушать А потом Давайте слушать Да И, собственно говоря Надо сказать Что просто Вот идея Какая была На протяжении Долгого времени Музыканты Всегда Шагая на острие Всех Международных проблем Все-таки Как-то высказывались На какую-то Очень животрепещущую Тему Те же там Битлз Дайте миру шанс В свое время Времен Вьетнамской войны И нам тоже захотелось Вот Видя Все то, что происходит В мире Как-то высказаться Да И вот Песня Война Лучшее в стране Ну, серьезное произведение Саш, спасибо тебе Спасибо, конечно Ироме Архипов Предупреждение Такое Апокалипсическое Такие есть Нотки Там вот в конце Ну, в общем-то То, что мы сейчас Сегодня видим Во всех регионах Все пылает И как-то Жаль, что В свое время Музыканты Высказывались И помогали Там детям В Африке В Веллз Ворлд Да Были вот В Гелдуф Эти замечательные Фестивали Да Которые призваны Были помогать Там где-то Вот высказывались Музыканты В сторону Каких-то Очень серьезных Насущных проблем А сейчас Как-то все Молчат Да Все музыканты Во всем мире Молчат Там на самом деле Все пылает Сирия Украина Ну, наши Не все молчат Ты знаешь Они больше Как бы пахают В стране То, что в нашей Происходит Вот А какие-то глобальные Вопросы Мало кто Ну, у нас тоже Мы тоже В общем-то Где-то причастны Да К каким-то конфликтам И в принципе Не хотелось бы Чтобы наши дети Вообще знали Такое слово Как война И тем более Были причастны Там имели Какой-то такой Реальный опыт Участвовать в этом Во всем Я бы, например Не хотел Чтобы мои дети Да Вообще Лучше бы они не знали Что такое война Что с этим связано Давай про них поговорим Прекрасно Мы в этом клипе Вы видели Да Год назад Когда наша с тобой Встреча здесь же В этой студии проходила Мы поговорили Про Сан Саныча Ты сказал Что значит произошло Про Светлану Светлану Да Да-да-да Начнем мы Сан Саныча По старшему суток Завязал с музыкой И стал Блогером Ютубером Он сейчас Подсел На эту всю историю Это такая война У нас идет Так он мне не стал Присылать на гастроли Он стал режиссером Так Это при том что Сколько нам 10 лет Светлану Светлану Он сделал своей Любимой актрисой А это правильный ход Да я потом покажу Тем более такая Красотка конечно И он снимает Фильмы Он мультики снимает Сейчас там Снеговичка какого-то сделал Вот по кадрам там Вот Заинтересовался Режиссур И меня это очень радует Ну Ты говорил Что уже есть Даже свой канал На ютубе у них Ну да Он ютубер Там Общается Подписчики Общается Подписчики Все это выкладывает 10 лет да Правильно я посчитала 10 лет Мама моя дорогая Ты себя помнишь 10 лет Ей что-то схожее Как тебе кажется Ну мы его отдали на спорт Ну ему что там Периодически там шею ломают Он приходит Он говорит шея хрустит Я говорю Как вас там разогревает Ваш тренер А у папы Черный поезд Ну да Я вот собираюсь все-таки Пойти посмотреть Как тренер их разогревает Как происходит разминка Мне кажется Что-то не все там нормально Ставит его с какими-то Там бойцами серьезными Которые там ломают Ему бедненькому шею Я говорю Слушай Как-то ты борешься со своими Каких-то дыл там Уста этого бедного Там в ковер втыкают В татами Хочу пойти поговорить С тренером Посмотреть Что вообще происходит Какой-то вообще Мне кажется Неквалифицированный товарищ Там все время травм получает Я ему говорю Саша Давай как-то вот Все-таки у нас будет 50 на 50 50 процентов искусства Так Раз тебе это нравится Вот Сейчас гитарам потянулся К музыке И стал музыку классную слушать Все-таки да Ты говоришь Ты приучал его потихонечку Тогда Я не знаю Он сам как-то То ли дошел до этого Он как-то К раньше к рок-музыке Относился не очень Там какие-то другие нравились Больше диджейские Какие-то сеты Вот К рэпу там Он имел какое-то Непосредственное отношение Ну как бы нравилось Это ему все А сейчас вот К рок-музыке Это прям радует Ну что-то напевает Слышал ты хоть раз Чтобы он Напевает дочь Дочь Поет 24 часа в сутки А он там Что-то Разработчик Какого-то Музыкального контента Ну посмотрим Главное сейчас Просто дать Возможность И не обламывать Его В этих Желаниях Меня просто немножко Заботит И Тревожит Что он Вот в общении В этих вовчатах В таких вообще Вот Ну я понимаю То есть Порносайты пошли у нас Да что ты говоришь Да Честно Нашли тут Случайно Случайно Он не стер там Да Вот это меня тревожит Потому что я думаю Что рановато еще Ну Узнать Познакомиться Ваши Длинные волосы Такой модной Ну как-то все-таки Хочется конечно Попозже Мужчина Попозже А они сейчас все там Конечно Все И вот это вот Все друзья говорят Слушай Какое-то вообще Повальное там Раннее А как запрещать Вот скажи Безначе Огромное количество родителей Сказали Да точно как наш Вот что сказать Телефон забираем На месяц И вот тогда И тогда без спорных сайтов И смотрят четвертый Пятерый В общем Не-не Для меня это вообще Шок был Да Вы уж Простите за столь Такую вот Ну мы будем с ним Разговаривать А разговаривать что Что это нельзя смотреть Вот что сказать Саша Ну рановато Ну это как бы Мне кажется все-таки Тем кому за 18 Там 18 плюс Ну мы просто будем Нещадно Забирать телефон И лишать его Этих всех Радости Общения со сверстниками А это все Оттуда уже Тоже с улицы Из школы Ну в общем Работы вам предстоит много Ну хорошая Интересная Творческая Видел новые тенденции На все Ну мы так старались Конечно Не травмировать его Таким серьезным разговором Ну так Я так Что захаживаешь На взрослая Он такой Раз Я сейчас приду Прошу прощения Да И такой Удалю Убегает Вот Не хочет Такого серьезного разбора Ну я как бы Стараюсь Так мы это Семейно решили Что не будем его прессовать Сильно Потому что можно все-таки Ну а так стараться беседовать больше Да наверное Ну мы намекаем Что мы все знаем Вот Что Разведка не дремлет Поэтому Что бы ты там ни скрыл Все равно станет явным И ты еще не такой Крутой хакер Чтобы там Взламывать И за собой И никто еще не догадался Да Так и она тоже Тоже Но я имею ввиду Она сидит тоже на сайтах Там Но она правда Мультики там всевозможные Ну у нее там свои сайты Я убеждена Какие-то Ну детские конечно Но слишком много Тоже как-то Тоже надо Все друзья Все друзья Говорят Ужас конечно Сейчас вот это поколение На улицу Надо выгонять На улицу Пусть гуляет Пусть играет в футбол Пусть смотрит Наши советские Старые мультфильмы Но вот как-то стараться Надо контролировать Конечно здесь Скажи ну вот Что касается Светланы Светлановны Это там Музыка пока лидирует Или тоже Да там отдали на фортепиано Вот Что все Моцарт-бах Уже звучит в вашем доме Ну Пока Или гамма Пока только Гамма да То есть как бы Пока вот тоже Чтобы совсем Ребенка не травмировать Отнятым у нее Свободным временем Там еще бальные танцы Ну все то что Поможет ей наверное В жизни Просто Там сама Определиться Но Вот этот набор Весь То что важно Для девочки Эстетика Там Музыка Танец Грациозность Вот это Вот это хотелось бы дать Она сама выберет Наверное Ну такая Рисует Хорошо Ну на концерте Они у тебя будут Рисуют Ну в зале Я пригласил их Пригласил А там как Будет свободное время Придут Если получится А пригласил Знаешь Каким я сказал Что вот это видео Война На экране Будет другое Так То есть это не будет В чистом виде клип И они там тоже будут В более широком Побольше Вставлено Да То есть как Как киногерой уже И они О надо пойти Посмотреть Что там папа придумал Какой хитрый ход у папы На молодец Собираются Собираются Да Хорошо Друзья Мы тоже собираемся Даже билеты купили Да Молодцы Специальные места Хорошие Молодцы А мы сейчас снова посмотрим И послушаем тебя В облаках водопада Красивейшая песня Олегу Мечаеву Конечно Огромное спасибо Надо сказать Олег мой друг Талантливейший Барт Поэт Композитор Вот любезно Подарил нам Эту песню Вот И огромное спасибо А сейчас под нее Все жгут Вообще Олимпийский Весь горел Вот Когда еще не сломали Выступали мы С этой композицией И что-то как-то Все подхватили И теперь Где мы ее только не исполняем Весь зал горит Хором Уже гимн такой просто 28-го споем Посвятили ее всем Людям Которые вот Живут 28-го прозвучит Саша Открой секрет Обязательно Обязательно Хорошо Со скрипичным составом Живьем Все будет у нас Очень мощно Вот Надо наверное Как-то чтобы Олег Нашел время Тоже И может быть посетил Наш скромный Межособойщик Я думаю что посетит Ну давайте смотреть Для всех кто Не гасит майк в своем сердце Всегда возвращается туда Где его ждут и любят Да Песня Отлично Хорошая песня на самом деле Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ Ведущая Александра Хайрулина Александр Иванов У меня сегодня в гостях 28-го ноября В Крокус Сити Холл Грандиозный концерт Нам 35 Имеется ввиду Александр Иванов В группе Ромб Вместе Вместе нам 35 Саша цилиндр будет на сцене Ну а как же На твоей голове светлой Конечно прекрасно Это же тот символ Но он же не 35 лет назад появился Он же Ему меньше лет Ну там же не все будет Связано именно с рождением Нашего коллектива Это будет скорее палитра Ну каких-то красок Каких-то оттенков За 35 лет Он появился В 96-м году Как раз Вот при создании песни Боже какой пустяк Вот И как-то вот Как Оля Лукоя Да Как в этом клипе Такой вот Некий волшебник что ли В грезах У тебя было комфортно Скажи кто тебе подсказал Вот нужно надеть цилиндр этот У нас был концерт Десятилетний юбилей Группы Ронда И мы сотрудничали С салоном Монро Ах да 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 Вот И я там увидел цилиндр А так как я всегда был Поклонником Марка Болана Из группы T-Rex Замечательного музыканта Очень талантливого Ну такого человека культового В 70-х То я как-то Любил эти старинные Френчи всякие Ну это в принципе Как и все Английские музыканты В 60-х В 70-х Любящие Вот эту эколектичность С одной стороны Вроде там Эти все Пошивочное Вот что-то Из старого Из далекого Из того вот Такого джентльменского И в то же время Можно там Комплектовать С какими-то рваными джинсами Это всегда было Ну это тоже фишка такая Там снимаю Одеваю Может продать подороже Пока не поздно Пока не развалился Не-не-не Он волшебный А-а На самом деле Там очень интересная история С этим цилиндром Несколько историй У меня связано Один человек Ну скажем так Заболел очень серьезно И цилиндр исполнил Три его желания Я ему одел Я говорю Веришь В волшебников Я говорю А волшебник Ну Совсем там Немножко наверное Типа подумал Обо мне Я одел на нее Этот цилиндр Он излечился От онкологии Очень серьезный Они родили Двух детей Вот это история И цилиндр исполнил Три желания Да Я его иногда так одеваю На своих очень близких друзей Такое Такое Пожалуйста В следующий раз Пронеси нам Ты представляешь 1892 год Как он не стрел Да Вот я его храню В этой коробке Иногда одеваю Но он уже распадается Ну и ты его тоже подзарядил Тоже же своей энергетикой Да Поэтому он такой волшебный Тут важно вселить в человека Может быть у тебя все цилиндры Такие волшебные Цилиндры Важно вселить в человека Уверенность Да И может быть он сам излечивается Но вот цилиндр Отработал свое Хорошего человека Да Спас Хорошая история Очень да Я прям даже мечтаю Причем он прошел Химиотерапию Очень серьезную В Германии Красивая история Очень И после этого Они родили еще двух Прекрасных малышей Слав 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 Огромнейший вам привет И здоровья Большая удача Что вот Саша На вашем пути Со своим цилиндром Повстречался Не только как артист Мы многих стараемся спасать Скажи пожалуйста Когда ты смотришь Свои видеозаписи Какие-то очень-очень Там давних лет и времен Какие чувства ты испытываешь? Столько к себе Всяких там претензий Как я мог тогда Так мыслить Как я мог там Тогда вот Как-то так себя Себя представлять Это если про интервью Да говорим Подавать Это все Разговор На сцене Пластика Философия Там все Ну то что То есть ты неловкость испытываешь То что молодому человеку Там присущие В 25-26 лет Конечно В 58 Там 60 Уже по-другому Смотришь на эти вещи Ну не набавляй 58 Зачем ты прибавляешь себе Ну в общем неловкость Да какую-то Ну как бы Было время Когда Что-то Как-то мне неудобно было Вот думаю Ну как я мог так вообще говорить Там Мысль свою выражать Или выглядеть так Ну Это нормально На самом деле То что Присуще человеку Молодому И только начинающему Вот пополнять Этот жизненный багаж Создавать Эту платформу Эту станину То конечно Мудрость Она и приходит В определенном возрасте И странно было бы Если бы человек Вел себя так же Как он вел себя В 25 Это действительно Это уже странно Это диагноз Инфантильность там Какая-то диагноз Вот Ну вот знаешь Наверное Для того и дана Человеку молодость Да Вот Чтобы человек Был легким Во всем В своих мыслях В своих каких-то там Может быть Максимализме В каком-то В проявлении Каких-то своих чувств Все очень легко А вот На самом деле Папа мой Царство небесное Говорил Потрясающие совершенно Вещи Даже такие вот Цитаты Я его до сих пор храню Он говорил Такие вещи как Он говорит Ты знаешь Нас Негоды На смысле Горькие старят И вот Да И там много Всяких таких Вот было вещей Он говорит Ты знаешь сын Вот Потом подрастешь Поймешь Что мудрость Она имеет Всегда две стороны Как хорошую Так и не очень Потому что она Потом с годами Тебя начинает Придавливать Вот эти То что знаешь Человек наперед Может сказать Какое-то действие Как плитой Поэтому с одной стороны Мудрость это хорошо А с другой стороны Тоже вот Того легкого В меру Такого легкого В меру мудрости В меру инфантичности Когда ты обходился Без этой плиты Это тоже было хорошо Поэтому ну Наверное Жизнь человеку и дана Чтобы методом Пробо ошибок Там каких-то Да Ты мог Для себя Выносить То самое важное Вот А от чего-то Избавляться Легко и просто Поэтому Саша Все то что хорошо Человеку в 25 Я бы сказал Это ни в коем случае Не нужно Делать в 50 В общем да Хотя быть легким Может быть на подъем Это тоже хорошо А год назад В нашем Стоитове интервью Выяснилось Вот что Ты Самостоятельно Из группы Ронда Объездил всю Россию Вдоль и поперек Все уголки За эти годы За границей тоже Мега успешные концерты Ну не все Еще есть места Куда можно стремиться Америка там Япония И так далее И тому подобное Но только Лишь год назад Впервые Ты побывал В Израиле С концертом Я помню Ты делился Невероятными эмоциями В ожидании Уникального События Такого долгождана И я смотрю на твой Гастрольный график Я очень порадовалась Весной снова Весной поездка Значит Все прошло Хорошо Любимая Израиль И тут уж там Несмотря на мою фамилию Там Есть свои секреты Вот Поэтому И да И мы замечательно Совершенно съездили Ну вообще Поездили По Очень историческим И Священным местам В Иерусалиме Всей группой Нам сделали Потрясающую Поездку Организаторы Это здорово Да Храма Господня Мы причастились И Великолепно Провели время Много фотографий Много видео Привезли Из Израиля И Прям Хочется возвращаться Возвращаться Вот И возвращаться Туда Ну весной будет концерт Я же говорю Посмотрела в графике Так что Значит Все понравилось И сложилось Дай бог Как бы Было бы Наверное Неправильно Не стремиться И не возвращаться Туда Где тебе Хорошо Где живут Совершенно потрясающие Люди Родные У нас у Димы Нашего бас-гитариста Мама живет В Израиле Да и вообще По этой линии У нас Много друзей Там и Ну Любимая Любимая страна Ну это здорово Планы Планы ближайшего Группы Ронда У Александра Иванова Концерт 28-го В Крокос Сети Хол Сейчас это Главное Большой Мировой Тур Наш Замечательный Директор Марат Бореевич Харудинов Я надеюсь Сейчас Не слезает С телефона Выстраивает Большой Тур И Надеюсь Что еще Другие Конечно Не менее Прекрасные Страны Как и Россия Будут Обязательно В нашем Гастрольном Графике Вот Ну кроме того У нас Много планов На Новый Год Сейчас Нашего Нашего Российского Ёлки Самое Шикарное Нашего Российского Слушателя Баловать У нас Очень Много Друзей В нашей Стране Не только За рубежом Но и там Где мы Родились Выросли И стали Часть Этого Замечательного Мегаполиса Как Москва Поэтому У нас Ну как У всех Нормальных Артистов Актеров Самое главное Это встреча С его Зрителем Я вот Не так Люблю Пиара Какого-то Знаете Общаться Ходить По телевидению Для меня Очень важны Гастроли Когда воочию Ты приезжаешь Саундчек Настраиваешься Встречаешься Со своим Слушателем Общение Люди Тратят деньги Покупают Билеты Потому что Очень любят Для меня Органично Студийные Работы И вот Концерты Знаете А вот Это Вся Конечно То что Вокруг Происходит Но Это Нужно Но Это Не самое Главное Для меня Все-таки Самое Главное Это Конечно Сама Музыка Запись Создание Произведений Работа Над видео И встреча Со зрителями Глаза В глаза Вот Как бы Сколько Вот Уже Времени Прошло Самое Дорогое Пусть Еще Много Много Времени Пройдет Я очень Хочу Чтобы мы Здесь Встречались И в канун Сорокалетия И в Сорокалетии И в Шестидесятилетии Да Нам Шестьдесят Пять Нам Александра Иванова Группе Рон Сейчас Я посчитаю Сколько Прибавим Ну Может Таблетку Изобретут Эту таблетку А может Ее уже Изобрели Смотришь На некоторых Политиков Думаешь Боже Ты мой Где-то Наверное Все-таки Они Что-то Там Создали Я скажу Честно На тебя Вот Смотрю Сейчас И думаю То же самое Об этом Абсолютно Что Ничего не Меняется Потому что Ну Ты знаешь Ты все очень Правильно Делаешь Мыслишь Поешь Творишь 73 Спасибо Тебе За то что Ты есть За все эти Буды Давай пожелаем Нашей замечательной Стране Да Только счастья Успехов в труде В зарплате Всем Вот Ну и чтобы Конечно Много хорошего Со стороны Правительства Для людей Для простых людей Происходило Чтобы как-то Вот Ну Затеплилось Вот это Вот То что Надежда Какая-то На то что У нас все-таки Какие-то Популярные все-таки Вещи Будут делаться Для людей И Люди Почувствуют Вздохнут И почувствуют Что очень много Хорошего происходит А качественно Профессиональная Самая лучшая музыка Она у нас точно будет Потому что Александр Иванов Группа Ронда Обещают нам Дарить 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 Потому что ты Изюминка Звездочка Ты Я бы сказал Жемчужина Это замечательно Замечательного Вашего канала Этой программы Саша Ну я не знаю Что с тобой Что за мужчина Что за мужчина Который делает Тебе такое классное 28 ноября Крокус Сити Холл Мы вас все ждем Друзья Приходите Пока еще там Что-то там с билетами Вообще какая-то Осталось совсем немного Надо ломиться Надо ломиться Нам 35 ждем Мы наверное Антресоли еще тоже откроем Там уже балконы продаются Сейчас антресоли должны открыть Галерка И прям как у Сидиси Помните там вот эти Все на антресоли Колбасились Да Да конечно Конечно Ждем 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 Приходите Будет очень круто Будем ждать вас Из всех стран и континентов Ждем До встречи До встречи До свидания Любим вас Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ